Онлайн покупками пользуется практически каждый третий пермяк. Мы решили спросить у жителей края, с какими проблемами они сталкивались, приобретая что-либо таким способом. Вы, знаете, оплатили, а деньги не вернули. То есть товар отказали, а деньги до сих пор, например, не вернули. То есть мы, допустим, до сих пор ждем, когда нам вернут деньги, до сих пор их нет. Я слышала недавно, что в посылке вместо какого-то гаджета был кирпич. Такое слышала. Я заказала постельное белье по одной цене, а пришел совершенно хлопок никакой. В общем, не вернули. Возврат мне не сделали. То есть я даже заявление писала в милицию. То есть никакого обратного ответа не было. Чтобы не оказаться в затруднительной ситуации, для начала стоит убедиться, что это действительно магазин. Я бы советовал, прежде всего, удостовериться в том, где и у кого вы покупаете товар. То есть запросить документы у этого магазина, кем он является. Это ООО или ИП. Если же продавцом оказалось физлицо, и он отказывается принимать непонравившийся или бракованный товар обратно, или так вы от него посылки и не получили, то выход в данной ситуации один – обращаться в полицию или в суд. Ведь закон о защите прав потребителей в таких случаях не работает. Но и тут есть важные нюансы. Необходимо будет узнать, кто вам вообще продал, на кого писать в суд в этой ситуации. Если вы не знаете, если вы знаете только страницу в Инстаграм, то вернуть будет товар достаточно сложно. Те, кто заранее планирует мошенничество, они отправляют, как правило, по подложенным документам, указывают ни свою фамилию, ни свое имя. Если же вы приобрели товар у реального продавца или на одном из маркетплейсов, то проблем с возвратом или обменом товара не должно быть. Ведь тут у вас права как у потребителя есть. Продажа товаров через интернет, она называется продажей товаров дистанционным способом. Это говорит о том, что можно отказаться от такой покупки в любое время до момента доставки. То есть пока вам товар не выдали, можно отказаться от этой покупки. Либо, когда вы уже товар получили, можно в течение 7 дней отказаться просто без объяснения каких-то причин. Вам товар не понравился, не подошел. На картинке в интернете он выглядел по-другому. И в связи с этим вы можете его вернуть. Многие специалисты вообще советуют снимать ваш анпекинг по ссылке на видео, чтобы в случае чего были доказательства, какой и каким пришел товар. Это может быть хорошим вещдоком. Но, естественно, главный совет покупать только у проверенных и реальных продавцов. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, Ветта-24.